Итак, я рассказал вам о себе, рассказал о своей семье. Мы обсудили описание курса, поговорили о том, что мы ожидаем от этого курса. И теперь мы подготавливаем фундамент. Как я уже говорил на прошлом занятии, что когда мы строим дом, во всяком случае там, где я живу, сначала копается котлован и закладывается фундамент. Фундамент необходим, чтобы выдерживать вес всего дома. Сейчас идет строительство в нашей церкви. Мы расширяем зал, в котором собираемся. И удивляешься, сколько разных видов работ необходимо сделать, которые потом никто не увидит. В нашем штате в июне идет очень много дождей. Когда был выкопан котлован, глубиной от 3 до 4 метров, его залило водой. Строители выкачивали эту воду насосом, пытались как-то осушить котлован. Мы молились о погоде, чтобы светило солнце. И вот наступили дни, когда не было дождя, и строителям удалось залить бетон и сделать фундамент, на котором будет строиться все здание. Перед нашим отъездом строителям удалось установить фундаментные блоки на залитые основания и поднять фундамент до уровня земли. Я наблюдал за строителями, как они устанавливали эти блоки, закрепляли их раствором, устанавливали металлические конструкции, чтобы здание надежно стояло. И, наконец, в тот день, когда мы уезжали, они стали обсыпать фундамент землей. И знаете, когда я вернусь домой, через 2-3 недели, то я не смогу увидеть всю ту работу, которую они проделали. То есть, важность фундамента не в том, что его можно увидеть, но если вы понимаете предназначение фундамента во всей конструкции здания, то вы понимаете важность фундамента. К примеру, я мог бы учить вас по посланию к Тимофею без того, чтобы заложить фундамент для нашей учебы. Начать с 1 стиха. И действительно, очень интересно то, что пишет апостол Павел. Но прежде я хотел бы, чтобы мы потратили какое-то время, чтобы углубиться и заложить фундамент. Фундамент должен быть достаточно глубок, но это совсем не значит, что это трудно для нашего понимания. И я надеюсь, что к тому моменту, когда мы закончим разбирать исторический фон, вы скажете про себя, «Теперь я понимаю намного лучше». Вот, к примеру, как вы думаете, «Почему я рассказал вам о своей семье?» Казалось бы, это не имеет никакого значения к рассматриваемой нами теме, но это изменит ваше представление обо мне, как о преподавателе, потому что вы будете знать, что да, у него есть дочь из России, он что-то знает о нашей стране и наверняка имеет какие-то определенные чувства к нашей стране. Вы понимаете, это часть фундамента. Поэтому на какое-то время, может, даже продолжительное время, мы отложим текст и начнем копать котлован и закладывать фундамент. Мы поговорим о природе пастырских посланий. Как я уже говорил, 1 и 2 Тимофея, а также послания к Титу, это три пастырских послания. Слово «пастырь» происходит от слова «пасти», и вы можете подумать, «Ага, это значит руководство, как пасти, церковь». Но, знаете, не совсем. Здесь очень много практических советов. Эти послания написаны конкретным людям, к Тимофею и к Титу, и в них рассмотрены конкретные проблемы тех церквей, в которых несет служение Тита Тимофея. Например, по мере того, как Евангелие распространялось, сама суть христианства, ну, как бы сказать, извращалась определенными учителями. Приезжал один учитель и преподносил христианство с каким-то искажением, потом приезжал еще один и по-другому преподносил христианство. И церкви, они были недавно совсем основаны, молодые церкви, и люди думали, «Иисус сказал одно, Павел сказал это, а такое-то и такое-то сказал совсем иное. А как же правильно на самом деле?» И Павел, понимая проблему, понимая положение в этих церквах, писал тем служителям, которые были поставлены пастырями в этих церквах. Вот в чем проблема, и вот как вы должны учить в церкви. Поэтому одна из тем, поднимаемых в этих посланиях, противостояние лжеучителям. Теперь об авторстве. Кто написал эти послания? Мы знаем и мы верим, что это апостол Павел. Когда я готовился к этому курсу и читал различные источники, то я обнаружил, что за последние пару столетий ученые стали сомневаться и спорить по поводу того, кто же написал эти послания. Может быть, это не Павел, может, кто-то еще. Но давайте все-таки допустим, что автором является апостол Павел, потому что за всю историю церкви это было общепризнанным фактом. Я не хотел бы тратить много времени на то, чтобы защищать авторство Павла. Давайте просто примем это как факт. Теперь, что касается даты, когда послание было написано. Я не знаю, как хорошо вы осведомлены о жизни апостола Павла, о его миссионерских путешествиях, о его тюремных заключениях. Мы немного об этом поговорим с вами. Миссионерские путешествия апостола Павла проходили в первом веке между 48 и 56 годами. С 56 по 60 годах апостол Павел представал перед римскими судами. И в 61 и 62 годах апостол Павел находился в заключении в Риме. Потом он был на какое-то время освобожден, недолгое время, как считается в истории. И в течение последующих пяти лет, с 62 по 67 года, как считается, Павел мог свободно передвигаться по Римской империи. Павел оставил Тимофея служителем в Эфесе, а Тита — на Крите. Потом написал каждому из них послание. Тимофею, как мы знаем, он написал два послания. Поэтому считается, что первое послание к Тимофею было написано в период между 63 и 66 годами. Потом Павел опять оказался в тюрьме, и мы знаем, что второе послание к Тимофею было написано в тот момент, когда Павел находился в тюрьме, ожидая своей смерти где-то в 67 году. Вы можете думать, зачем все эти даты? Но знание этих дат поможет нам понять многое из написанного апостолом Павлом, что происходило в Римской империи в этот момент. Ага, Нерон был императором, и это помогает нам многое прояснить, поэтому нам важно знать даты. Теперь, что касается Павла, кто он? Позвольте мне немножко рассказать о жизни апостола Павла. Павл был иудеем и родился в городе Тарс. Город Тарс находится на границе с Ливаном в современной Турции. Жители этого города усердно изучали Писание, а также культуру и обычаи того времени. То есть они достаточно были хорошо образованы. И теперь мы знаем, что Павел рос в таком ученом сообществе. Он был римским гражданином, и это очень важно отметить. Существовало только два способа стать римским гражданином. Может быть, больше, но сейчас мы знаем только о двух. Можно было родиться римским гражданином или купить себе римское гражданство. Но если вы являетесь римским гражданином по рождению, то это более высокий статус, если вы приобрели римское гражданство. Это важно знать. Павел родился, будучи римским гражданином, хотя был иудеем. И, конечно, у него были особые привилегии с этим связанные. Еще одно наблюдение о Павле. Он был лидером иудеев. Он был высокообразованным, он был фарисеем, и именно потому, что он был одним из руководителей фарисеев, партии фарисеев, он стал гонителем Первой Церкви. Павел был очень ревностным человеком. Я с нетерпением ожидаю встречи с ним однажды на небе. И я думаю, если бы он сегодня присутствовал здесь с нами, то, конечно, он бы доминировал здесь. Конечно, он был очень смиренным человеком, но у него была эта страсть, ревность. Я думаю, если бы он вошел в наш класс, то мы почувствовали какую-то энергию. Я думаю, вот такая страсть была в нем. И прежде чем встретиться с Иисусом на дороге в Дамаск, он был одержим вот этой страстью продвижения иудейской религии, фарисейской веры. И он готов был идти до конца. Когда христианство начало расти, то он увидел в этом угрозу. Он стал считать христианство сектой и посчитал своим делом искоренить христианство, уничтожить сторонников этого нового учения. Поэтому он с большим усердием стал преследовать христиан. И это очень важно понимать, потому что, читая послания Павлова, иногда вы видите очень мягкого человека, очень нежного человека, а иногда вы видите жесткого Павла, который говорит, «Тимофей, надо сделать это сейчас!» Необходимо прекратить тот беспорядок, который происходит в церкви. Итак, мы видим человека, одаренного Богом и одержимого вот этой особой страстью. Мы знаем, что апостол Павел посещал город Ефес. Ефес. Что можно сказать о Ефесе? Ефес — это тот город, где нес служение Тимофей. Более подробно о Ефесе мы поговорим на следующем занятии. Павел был неутомимым первопроходцем в служении для язычников. Теперь вспомните, как иудеи мыслили в первом веке. Иудеи — язычники, ничего общего. Поэтому для иудея понять и принять, что смерть и воскресение Христа, что Мессия пришел не только для иудеев, но для всего мира, иудеи не могли это вместить. И когда Иисус призвал Павла, когда Бог призвал Павла, Бог сказал. Видеосеминария ТВС — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Павел, я не к иудеям тебя пошлю. Я пошлю тебя к язычникам. Представьте реакцию Павла, когда он услышал эти слова. Представьте Павла с его страстью, с его рвением. Знаете, однажды я спрошу Павла, «Павел, что ты чувствовал в тот момент, когда услышал эти слова, что нужно идти к язычникам, а не к иудеям». Я не думаю, что он сказал, «Здорово, вот это приключение». Вспомните Петра. Как трудно было убедить Петра пойти к язычникам. Я не могу. Это же не чисто. И Павел стал неутомимым лидером служения язычникам, и Евангелие распространялось до краев земли. Во время правления императора Нерона он был заключен в тюрьму где-то в 67-м году. И считается, согласно преданиям, у нас нету точных, достоверных доказательств, но считается, что он был обезглавлен в 68-м году. И когда мы будем изучать второе послание к Тимофею, мы прочувствуем вот эту агонию Павла. Он находится в тюрьме, его вера сильна, и он знает, что он скоро умрет. И согласно преданию, его вывели со предела города, где-то он склонился на колени, и ему отрубили голову. Он был готов. Он говорил о том, что лучше для него быть с Господом, но он будет оставаться на земле столько, сколько Бог позволит. Он не хотел умереть, но он был готов умереть. И вот Павел перед нами, страстный, ревностный благовестник. Теперь давайте немного поговорим о Тимофее. К нему были написаны два послания Павлом. Что мы знаем о Тимофее? Очень яркий молодой человек. Я бы хотел на небе сесть рядом с ним и спросить Тимофей, каково это было? Я думаю, у меня много общего с Тимофеем. Я интроверт. Я достаточно стеснительный человек. Я очень счастлив, когда я сам по себе в уединении с книгами. Мое служение требует от меня быть перед людьми, преподавать, учить. Я люблю преподавать, но я неуютно себя чувствую перед большой аудиторией. И таким примерно представляется мне Тимофей. У него были проблемы со здоровьем, но об этом чуть позже. Вырос он в необычной семье. Его отец был греком, а мама иудейкой. И представляется, что его мама и его бабушка были очень благочестивыми женщинами, которые, основываясь на том, что мы знаем из Писания, познакомили его с христианством, не только с иудейской верой. Тимофей жил в городе, который назывался Листра. И считается, что именно там он в первый раз встретил Павла. Мы еще вернемся к этому, когда будем разбирать текст послания. Считается, что не Павел обратил Тимофея в христианство, он уже был христианином на момент встречи с Павлом. Но в своем послании Павел называет Тимофея истинным сыном вере. Это может означать, что Павел обратил его в христианство, но также это может означать, что Тимофей уже был обращен, и Павел как бы усыновляет его в христианство как духовного сына, помогая ему возрастать. У Павла и Тимофея были близки в взаимоотношении, но лично я считаю, что Тимофей был обращен в христианство своей мамой или бабушкой, а Павел был тем, кто помог ему возрастать в вере. Тимофей был наделен особыми дарами, которые уже в раннем возрасте были заметны. Интересно будет посмотреть, когда мы встретимся с ними, насколько разные Павел и Тимофей. Павел благовестник, и создается впечатление, что он бесстрашен. Если какой-то аргумент или брошен какой-то вызов, Павел смело идет вперед и принимает этот вызов. Тимофей, с другой стороны, он как бы остается на заднем плане, как бы говорит Павел, когда ты все сделаешь, дай мне знать. Но Тимофей был наделен даром учителя. Может, поэтому мне и нравится этот молодой человек, потому что, как мне кажется, у меня тоже есть дар учителя. Мне нравится объяснять, разъяснять библейские истины. И мудрость Бога в том, что он объединил этих двух людей. С одной стороны, Павел, страстный проповедник, готовый отдать свою жизнь за Евангелие. И Тимофей, молодой человек, неуверенный, но обожающий преподавать. То есть перед нами такой первопроходец, который идет вперед в новый город, в синагогу, подготавливает почву, уходит и говорит, «Тимофей, теперь учи их». Тимофей, объясни им, что это значит. И это не значит, что Павел не знал всех этих истин. Просто у Павла были другие дела. Павла ждали другие города. Мы уже обратили этих людей в христианство. Надо идти к другим. И наступил момент, когда Павел сказал Тимофею, «Тимофей, я пробыл в Эфесе уже достаточно долго, и мы будем говорить о том, что Павел пробыл в Эфесе от двух с половиной до трех лет. Тимофей, теперь ты оставайся здесь. Учи их». И именно поэтому я считаю, что Божья мудрость проявилась в том, что он объединил этих двух людей. Его планы порой восхищают нас. Еще пару замечаний по поводу Тимофея. Он представляется немного пассивным. Его нужно подталкивать, сказать, «Тимофей, давай, давай, пошли». Он немного стеснителен. Его легко смутить. В какой-то степени я на него похож. В нашей церкви есть несколько сильных личностей, и, как бы это сказать, звучит все примерно так. «Брюс, мы должны сделать это и прямо сейчас». И если вдруг у меня иное мнение на этот счет, то что-то во мне говорит, «Надо сказать об этом, но не нахожу в себе мужество это сделать». Но иногда все-таки приходится сказать, что «Знаете, куда вы нас ведете, это не Божий путь. Нужно твердо стоять на своей позиции». И именно этому Павел учит Тимофея, потому что кто-то может сказать церкви, «Тимофей, ужасная проповедь, совсем неверное столкование Писания». И Тимофей сразу «Да, да, 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 да. Я не знаю, почему я здесь. Лучше бы я оставался с Павлом. Зачем вообще я один здесь? Все это мне не нравится». И Павел пишет Тимофею, «Тимофей, я оставил тебя для определенной цели, поэтому не выходи из игры, не сдавайся, не позволяя им смотреть на тебя свысока. И несмотря на то, что ты молод, несмотря на то, что ты неопытен, не останавливайся». Его иногда нужно было подталкивать, и в этом нет ничего страшного. Он был мягок и немного бы излив. Он нуждался в таких наставлениях. «Тимофей, избегай этого. Считается, что у него были проблемы со здоровьем, и Павел призывает его пить немного вина не для того, чтобы напиваться, но чтобы избавиться от проблем с желудком». Он представляется таким... Знаете, вот бывает ребенок в школе такой, обычно невысокий, который не умеет играть во все игры, который предпочитает в одиночестве читать книжки, совсем непопулярный среди других одноклассников. Вот таким я представляю себе Тимофея. И однажды мы сможем убедиться, так ли это на самом деле. Павел, с другой стороны, настойчивый, напористый, но все-таки перед нами удивительный молодой человек. И Божья мудрость в том, что он свел этих двух людей, разных людей вместе. Пару слов о взаимоотношениях Тимофея с Павлом. Мы об этом уже немножко поговорили. Мы уже упомянули о том, что Павел в первых стихах своего послания называет Тимофея истинным сыном в вере. Я хотел бы рассмотреть с вами пару стихов из Писания, особенно из книги «Деяния святых апостолов», где упоминаются Павел и Тимофей вместе. Итак, давайте откроем Деяние, 16 главу, и прочитаем несколько стихов с 1 по 5. Итак, Деяние, 16 глава, стихи с 1 по 5. Вы можете открыть Библию, нажать на паузу, если вам нужно найти Библию. Книга «Деяния» это 5-я книга Нового Завета. Идут Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и затем книга «Деяния апостолов». В ней мы открываем 16 главу, и я прочитаю вместе с вами стихи с 1 по 5. «Дошел он до деревьев и листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофея». Вот здесь первый раз мы встречаем упоминание Тимофея, которого мать была иудеянку веровшая, а отец – елен, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в листре и иконеи. Его пожелал Павел взять с собой и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Обрезание имело огромное значение для иудеев. Это было не просто культурным обычаем, это часть религиозной жизни. «Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Итак, что мы видим здесь, Павел и Тимофей познакомились, и Павел говорит Тимофею, «Пойдем со мной, пойдем, посетим церкви, ты многому научишься, и мы будем вместе распространять Евангелие Христово». Мы не знаем точно, сколько было ему лет на тот момент, но он считался молодым человеком, хотя всякий, кому было меньше 30 лет, считался молодым в то время. Иудей в то время становился полноценным мужчиной, когда ему исполнялось 30 лет. Можно привести в пример Иисуса Христа, он стал учителем, раввином в возрасте 30 лет. Итак, они встретились, познакомились, и сейчас я хотел бы обратиться к другому посланию, к фессалоникийцам, и мы откроем первое послание к фессалоникийцам, третью главу, стихи с 1 по 6. И здесь мы опять видим Павла и Тимофея вместе. Итак, первое фессалоникийцам, третья глава, с 1 по 6 стихи. Будем читать вместе третья глава, стихи с 1 по 6. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего благословения Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере в вашей». Замечаете, каким было служение Тимофея? «Чтобы утвердить и утешить вас в вере в вашей». Павел с его напором входил в города, насаждал церкви, и потом говорил, «Тимофей, тебе нужно остаться и работать над взаимоотношениями в церкви, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Павел говорит, «Я не хочу, чтобы разрушилось то, что Бог созидал, и поэтому мне нужно оставить Тимофея с вами, чтобы он ободрял вас, утешал вас, вдохновлял вас». В других стихах Писания Тимофей называется «соработником Павла». Они путешествовали вместе. И во время третьего миссионерского путешествия Тимофей и Павел были вместе в городе Эфес. Из Эфеса Павел послал его в Македонию и далее на север. Вместе с Павлом он был в Македонии и затем они вернулись в Эфес. И потом далее Тимофей сопровождал Павла. Они вместе оказались в Риме. И уже оттуда он проделал путь в город Филиппы. Вы можете подумать, за всем все это помнить. Не нужно все это помнить, но вы должны понимать эту общую картину. Павел и Тимофей путешествуют вместе, посещают различные города. И Павел понимает, что Тимофей одарен Богом на определенное служение. И он говорит Тимофею, «Я хочу, чтобы ты остался. Мне нужно идти туда. Мне нужно посетить еще много городов. Но, Тимофей, останься здесь. Я хочу, чтобы ты служил этим людям». Удивительно, как действует Бог. В конце книги «Деяния» мы находим Павла в заточении в Риме. И на этом книга заканчивается в 28 главе. Но вот, что произошло дальше, как считают историки, исследовавшие различные источники. После того, как Павел предстал на суде перед самим Цезарем, по всей видимости, он оставил Рим. То есть он был освобожден. И он пришел в Эфес и пробыл там два или три года. И когда Павел покинул Эфес, вот тогда он оставил Тимофея вместо себя. Через несколько минут мы начнем говорить об Эфесе более подробно. Но это был большой город с развитой инфраструктурой, не с одной церковью, а с несколькими церквами. И Павел оставляет Тимофея с надеждой, что когда-то они опять встретятся. И последнее, что мы сделаем перед нашим перерывом, попытаемся разобраться, где же были Тимофей и Павел в тот момент, когда было написано первое послание к Тимофею. Павел, по всей видимости, был на севере, в Македонии. Оставив Тимофея в Эфесе, Павел продолжил свой путь на север. И он пишет Тимофею, путешествуя по пределам Македонии. Тимофей же остался в Эфесе и пробыл там продолжительное время. И считается, что Тимофей оставался в Эфесе в тот момент, когда было написано второе послание. И сейчас я хотел бы, чтобы мы сделали перерыв, и после перерыва поговорили о городе Эфесе более подробно. Вы можете подумать, а зачем мне знать об этом городе? Но опять же, мы строим фундамент. Мы выкопали котлован, укладываем блоки, заливаем фундамент, на котором будет строиться наше изучение послания. Эфес был удивительным городом. И когда вы узнаете о том, что происходило в том городе в то время, что находилось в нем, и мы об этом поговорим, то вас поразит тот факт, что Павел оставил Тимофея, молодого, стеснительного, неопытного верующего, в таком значимом городе. Павел действительно очень доверял Тимофею, оставив ему такое значимое служение. Итак, мы закладываем фундамент, вырыли котлован, поговорили о Павле, поговорили о Тимофее, и через несколько минут вернемся и начнем говорить об Эфесе. А сейчас перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тимофея